К трудоустройству инвалидов особый подход. Чувашия вошла в пятерку лучших регионов России, где эффективно решается проблема создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. С начала этого года в республике трудоустроили 955 инвалидов, обратившихся в службу занятости. В каких условиях сегодня они работают, расскажет Анастасия Евгеньева. Рамиль Гарифуллин – четырехкратный чемпион мира, чемпион России и Европы по армрестлингу. Завоевать высокие титулы, а еще работать слесарем на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Инвалидность по слуху молодому отцу не мешает. Работаем бригадиром, помогаем друг другу. Инвалидность, никто меня не мешает. Друг другу все помогаем, общаемся хорошо. Смог реализовать себя в профессии и Валерий Максимов. У него инвалидность по сердечно-сосудистому заболеванию. Работает на заводе уже больше 30 лет. Дорос до бригадира механического участка автоматного цеха. Мне кажется, что я сам здоров и могу еще много-много дать заводу. Такой же график у меня восьмичасовой, но из этого графика у меня нет сверхурочных часов и работы в празднественные дни. По закону, каждая компания численностью больше 15 человек должна трудоустроить у себя инвалидой или платить фонд занятости определенную сумму. На Чебоксарском электроаппаратном заводе решили, что деньги лучше заплатить реальному человеку за его работу. Сегодня здесь трудится 49 человек с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, природа, если забирает у человека какие-то функции, она ему дает другие. И, соответственно, люди с ограниченными возможностями обладают лучшей моторикой, что необходимо для производства реле, где очень много операций, связанных с мелким ручным трудом. Именно такой скрупулезной, требующей особой внимательности работой, занимается Ольга Бухарина, инвалид по слуху. Вот уже 7 лет она собирает катушки для электроприборов, наматывает на них проволоки. Довольны даже девчонки хорошие. Все спокойно, так можно работать. За последние годы в России для того, чтобы инвалиды чувствовали себя полноценными людьми, сделано немало. Специальные пандусы, транспорт, помощь волонтеров. В стране успешно реализуется программа «Доступная среда». Пока она действует до 2020 года, президент России подчеркнул, проект необходимо продлить как минимум до 2025 года. При этом перед местными властями ставится задача проводить работу по созданию безбарьерной среды более интенсивно. Анастасия Евгеньева, Алексей Янейкин, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.